МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клубные жизни нашего города. Боря, ты знаешь, кто такой Тиеста? Ну, конечно, это и позы, из чего готовятся. А кто такие сведешхаус-мафия? Это настольная игра, да. Ну, а опен-эйр что такое? Ну, освежитель воздуха, это же очевидно, то что. Боря, ты не знаешь о клубной жизни ничего, а наш гость знает об этом все. Карпов Алексей, более известный как диджей Флуж, один из топовых диджеев нашего города, родился 29 ноября 1987 года в городе Улан-Удэ. Закончил школу номер 25. С 2007 года начал профессиональную карьеру диджея. В людях ценят честность и искренность. Больше всего вдохновляет хорошая и качественная музыка. Любимое телешоу? Новости на канале ТВКОМ. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы по-прежнему смотрите главное вечернее шоу нашего города под названием «Моя столица». Ну и, как обычно, во второй части программы мы обсуждаем культуру нашего города. Ну, как культуру? В общем, встречайте следующего гостя. У нас в гостях Карпов Алексей или более известный как диджей Флуж, верно? Да, это один из топовых диджеев нашего города. Если вдруг кто не в курсе, то у Улан-Удэ диджеи делятся на две категории. Топовые и не топовые. Так вот у нас топовые. Ну, здравствуй еще раз. Расскажи немного о себе и вообще, почему у тебя появилось это желание заниматься музыкой, именно вот диджейингом, верно? Да еще и в 20 лет. Просто обычно в 20 лет уже все с предными привычками заканчивают. Это все, наверное, молодой энтузиазм, интерес к музыке. При этом я как бы, когда начал этим заниматься, я занимался еще танцами. Началось все вообще с танцев, то есть. Да, ну поскольку в танцах надо трудиться, надо напрягаться, ты решил перейти в диджейство? Да, то есть вот горело внутри все вот, хотелось этим заниматься и вот результат. Слушай, а если не секрет, какими танцами ты занимался? Занимался гу-гу танцами. Да? Да. Ну, довольно-таки не влог. Гу-гу танцами? Да, да. То есть раньше было это нормально, на это смотрели, то есть это, то есть... Раньше на это нормально смотрели? Ну, как сейчас, наоборот. Мы там с парнем своим молодым, короче. Ну, в смысле, не с моим парнем, а я имею в виду с товарищем, короче. То есть заморочились, короче, по этому поводу. Вот он меня позвал заняться танцами гу-гу. Ну, хорошо, я просто себя с трудом представляю. Ну, хорошо, занялся ты гу-гу музыкой, и потом решил, а почему бы мне музычкой не заняться, собственно, да? И как вот это происходило? То есть получается, в 2007 году ты уже профессионально работал, да? То есть в клубах уже именно как диджей? На тот момент я занимался, как бы, танцами гу-гу, и параллельно озвучивал мероприятия различные. То есть, ну, музыка, все, все, что связано, короче, с музыкой, все-все-все нравилось, то есть все было интересно. То есть помимо ты еще и звукооператором был, да? Да, да, да. На свадьбах, на юбилеях. Да, да, да. Начиналось все с этого. Школьные дискотеки. Школьные дискотеки. Перезвучально разносторонние. Первые медвики, Максим, и все дела. То есть все, ну, то есть снизу все про хавал, так сказать. А долго ли ты вообще этому учился? Сколько это у тебя заняло времени? Может, года два, три? Был ли у тебя наставник? У меня наставника не было. Я, как бы, это сам все понял, как бы, ну, как на уровне, на своем уровне это все понял. Просто мне несколько советов очень хороших дали, как правильно это делать. То есть я вот делаю это достаточно профессионально. Были такие люди, которые давали какие-то советы, что-то показывали. Как ты к этому относился? Я всегда слушаю людей, когда мне дают какие-то советы дельны. Всегда. Никогда носом не вожу. У нас пока беседа носит какой-то теоретический характер, потому что, ну, вот человек стал диджеем, там, благодаря, там, и так далее, вышел из музыки, там, из танцев, как ты говоришь. А все-таки, что такое диджей в 2015 году? Потому что, ну, вот, скажем, в конце 90-х, там, в начале 2000-х годов большинство диджеев, они в руках никогда не держали ни печек, ни дисков. То есть все делали на кассетных магнитофонах. То есть вытаскивали кассету, быстренько так... У меня была кассета «Буратино». И все гордо себя называли диджеем. Но сейчас уже полно всякой сложной аппаратуры. То есть, получается, сейчас диджей должен быть гораздо более технически подкован, или нет? Наоборот. В то время, наоборот, раньше были намного подкованнее диджеи. Надо было, допустим, там, на кассетном магнитофоне надо было песенку на тот момент отмотать, там, я не знаю, карандашиком, ручкой как-нибудь там, все это прослушать, приготовить ее. Ну, то есть, чтобы вступление нормальное у тебя получилось. Кстати, было неплохо, да, если он умел пользоваться паяльником. Да, да, да. То есть, а сейчас работа вся происходит на цифровом оборудовании. Просто сейчас, ну, то есть, ты уже материал рабочий приготовил, и стоишь, вот, кнопки нажимаешь. Ты в Венампе выстраиваешь плейлисты? Ну, это, грубо говоря, почти что так и происходит. Цифра сейчас, сейчас, она, она предназначена просто для лентяев, цифра. А могу лигианно учиться, я не знаю. Ты же так работаешь? Так, ну, тогда у меня другой вопрос, наверное, у Лойлы тоже, да? То есть, любой Вася Пупкин может себе поставить такую программу, и берите себе диджей. Любовь Иван Гархаев. Да, и для этого. В легкую. Так, записывайся на курс, будешь вот играть. Так, зачем я и так этим пользоваться умею? Ну, хорошо, а почему тогда одни диджей становятся топовыми, а другие нет? Ну, это все зависит от продюсирования, все зависит от денег. Я не знаю, у меня бы был какой-нибудь папа богатый бы, я не знаю, мы бы нефть там добывали бы где-нибудь в Новом Урингое. Мы бы, конечно, я бы уже как Мартин Гаррикс там, или, не знаю, там, Тьест Армин Амбюрон уже в топах был бы давно-давно. Понятно? У всех этих знаменитых диджеев получается... Они все работают с коммерческой музыкой, как бы, и только коммерчески. Все их шаги уже давно-давно их продюсеры продумали, и все за них решили. Ну, в плане финансового, я имею в виду. Ну, на самом деле, я считаю, что в любом случае у каждого диджея, который пытается выйти на более высокий уровень, куда-то там стремится в Москву, еще что-то там такое, покорять, так скажем, у него есть продюсер и реклама и тому подобное. Да, люди даже есть такие, которые специально вот работают. И прокачивают диджей. И прокачивают, да. Они в тени, как бы, находятся, но им там отдельно за это, как бы. Расскажи, а чем же все-таки отличаются, ну, так назовем их, тусовки, которые проходили в 2007 году, когда ты начинал, и сейчас, в нашем 2015 году? Раньше тусовки они как проходили? То есть, сейчас, ну, публику мало чем можно удивить, как бы, а раньше, то есть, я не знаю, там, приезжали. Палец покажи и все. То есть, да, 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 там даже просто вот так вот ручкой делает диджей, то есть, там все от него прямо с ума сходят, короче, от него, то есть, ну, он там, не знаю, там, своей рукой дарит всем любовь, вот так вот встает. А нынче-то, нынче, как удивляетесь? Надо делать шоу, то есть, грандиозное, это совокупное всего, то есть, и музыки, и света, MC, промо-группы, то есть, всего-всего-всего-всего-всего в совокупности, то есть, сделаем шоу, то есть, чтобы человек зашел и с открытым ртом так вот постоял, и вызывал дело. Ты так рассказал об этом процессе, то есть, у всего этого дела должен же быть какой-то руководитель, некий режиссер, то есть, кто-то объясняет, кто-то сейчас эту роль выполняет. Это, на самом деле, не один человек делает это, делают все, все, кто работает в этой структуре, так сказать, короче, в этой индустрии клубной. Да, 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 то есть, они каждый свою лекту какую-то вносят, ну, то есть, допустим, вот я как диджей подаю идею такую, там, допустим, MC такую подал идею, ну, там, и так далее, то есть, мы это все в кучу собираем и придумаем, да, что-то вообще-то клевое, классно. Ну, хорошо, а в общем-то, сейчас лучше, чем тогда, или тогда что-то было тоже хорошо. Скучаешь по-былому? Раньше просто ставка была поставлена вот именно на диджея, на музыку, то есть, там, допустим, вот раньше такие были Бенни Бенесси, то есть, они как стрельнули там, допустим, свои драм-машины, ну, знаете же, их фирменный вот этот звук-то. Я-то знаю, Боря, нет? Я знаю, там у них еще был очень такой клип. Ну, не знаешь, не знаешь, не выкидывайся. Да, 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 ну, Satisfaction, помните этот самый. Я не знаю, Боря, да? И вот, и, то есть, в то время, как бы, люди хотели только слушать диджеев определенных, ну, определенную какую-то музыку, ну, она, правда, узкая такая была, ну, как, не такая обширная, ну, или, в смысле, в плане электронной музыки не такой обширной, как сейчас, а, то есть, в то время она такая узенькая была, но все равно как-то, я не знаю, народ как-то колбасил их, нравилось им. Ну, хорошо, вот ты сейчас затронул тему ассортимента, я бы даже сказал, репертуара, и об этом мы сразу поговорим после нашей рубрики под названием «Психологический совет». Светлана Викторовна, здравствуйте, и сегодня мы поговорим о темпераменте. Скажите, пожалуйста, какие психотипы людей существуют? Психологи выделяют четыре типа темперамента, и вы, наверное, уже об этом слышали, это сангвейники, холерики, флегматики и меланхолики. Чем они отличаются? И я вам хочу предложить посмотреть вот на эту таблицу. Здесь две шкалы. Одна шкала – интроверсия, экстраверсия, и вторая – эмоциональная устойчивость, эмоциональная неустойчивость. Интроверты и экстраверты для нас понятны, то есть это общительные или необщительные люди. Соответственно, вторая шкала – эмоциональная неустойчивость и эмоциональная устойчивость. Это не более, чем скорость прохождения импульса между нервными клетками. У кого-то скорость чуть больше, у кого-то скорость чуть меньше. Эмоционально неустойчивые – это как раз большая скорость. Эти люди быстро загораются и точно так же быстро выгорают. Устойчивые люди – это те, которые спокойные, может быть, в чем-то иногда медлительные, уравновешенные. Но в этом случае у них, возможно, есть сложности с принятием решения. Таким образом, у нас образовалось четыре типа. Неустойчивый экстраверт – это холерик. Устойчивый экстраверт – сангвиник. Устойчивый интроверт – флегматик. И, соответственно, неустойчивый интроверт – это меланхолик. У каждого из этого типа есть сильные и слабые стороны. Если холерик – это прирожденный лидер, он ведет за собой, но при этом он очень быстро устает и очень быстро теряет интерес. Сангвиник – он тоже может быть лидером, и он будет вести за собой долго. Я подозреваю, что Моисей, который водил евреев 40 лет по пустыне, был сангвиником. Флегматик – это надежный, спокойный, но при этом малоэмоциональный тип. Меланхолики – это тонко чувствующие типы, но при этом они являются интровертами. Поэтому это богатейший внутренний мир, которым они делятся через музыку, через картины, через книги. Именно меланхолики дали нам огромное количество талантливых людей. Ну а все-таки какие психотипы между собой особенно ладят? На самом деле любой психотип может поладить с любым, точно так же, как и поссориться. Представим себе, например, начальника холерика и подчиненного флегматика. Начальник дает задание, флегматик задумался, холерик начинает нервничать. В результате флегматик говорит, что этого делать не будет. Все. Что будет, если каждый будет знать свой тип, понимать свои сильные и слабые стороны, и при этом уважать как свое внутреннее состояние, так и состояние того человека, который рядом. Тот же самый начальник, зная, что он может положиться на спокойствие, на вдумчивость, на надежность флегматика, даст задание и даст ему время, чтобы он смог его выполнить. Зная о том, что сангвиник, допустим, выполнит быстрее. И в таком случае он все получает очень хороший результат. Или, например, муж флегматик, жена холерик. Она импульсивна, она эмоциональна, и она нуждается в поддержке. И он именно со своим темпераментом может заказать эту поддержку, выслушать и обнять. Спасибо. Я думаю, что наши телезрители многое узнали о том, какие люди их окружают. До свидания. Итак, дорогие друзья, вы по-прежнему смотрите шоу «Моя столица». И по-прежнему у нас в гостях... Диджей-флуш Алексей Карпов. Ну что же, Алексей, скажи, пожалуйста, а под что нынче колбасится молодежь? Эх, Боря, просто как... Вот я просто, правда, вот эти все звуки, которые из колонок раздаются... Вот именно ты ничего не знаешь, Боря. Не, ну то ли дело, раньше были такие хорошие коллективы, как «Продиджи», «Скутер» и так далее. Сейчас как бы в плане музыки различных стилей, направлений очень-очень много, как бы, и... Ну, говорить там конкретно за какой-то определенных исполнителей или артистов, там, допустим, электронной танцевальной музыки, как бы, ну, невозможно, чтобы... Ну, помнишь, был рейв, один сплошной рейв, там, хаос, один сплошной хаос, сейчас такого не бывает. Сейчас на вкус и цвет, как бы, товарищей нет, то есть, кому-то нравится под EDM музыку танцевать, а кому-то нравится, там, под Егор Крита в ремиксах различных танцевать, там, под Йову. Вот Боря любит по EDM. Наверное, я, правда, не знаю, где это. EDM, ну, это, в смысле, это музыка электронная. Любит, любит. То, что вот Мартин Гаррикс, короче, выпускает то, что делает, ну, вот. Любит. То есть, если ты сейчас условный про-диджи поставишь, тебя просто не поймут, не качает уже, да, не то уже. Ну, а если... Это old school. А сейчас такое бывает, что к диджею подходит человек и говорит, молодой человек, поставь мне там... Там, о, Боже, какой мужчина. Ну, это все зависит от заведения. Заведение, как бы, на самом деле, если оно держит планку свою какую-то определенную, если она хочет, там, нести свою какую-то людям музыку, лекту, какую-то свою культуру, там, я не знаю, клубную, конечно, там. Просто так диджею, там, не подкопаться, там стоят дядьки здоровые. То есть, они могут любому отпор дать. А ты лично как этому относишься? Вот я бы где-нибудь в ресторане, там, сидел бы, или в каком-нибудь кафе бы, ну, за компьютером бы сидел мышкой, тыкал бы, там, на Винапе или, там, на импе музыку. То есть, конечно бы, я бы там, да, конечно, я бы включу. Хоть 10 раз. Боже, какой мужчина? Пожалуйста. Я сам скажу. За ваши деньги, боже мой, мужчина вообще. Ну, хорошо, а давай перейдем к следующему вопросу. О будущем, так сказать, говорим, о будущем. А есть ли, допустим, у диджея из Улан-Удэ шанс выбиться в люди, стать вторым диджей Смэш или там еще каким-нибудь... Грумом там, в конце концов. Да. В первую очередь, я думаю, то, что нужно начать писать музыку, встретить тех самых людей, которые будут готовы вложить в твое творчество деньги, и то есть, чтобы твое творчество в дальнейшем как бы... Продвигалось. Продвигалось, да. А есть у тебя какие-то амбиции? Желание такое. Амбиции, желания. Сейчас пока нету, просто я вот не знаю, сейчас какое-то распутье такое находится, ну, в плане того, что диджей, как профессия вообще, она сама себя просто изживает и... Просто уже добьешься успеха, а все, это уже никак не нужно. Да, 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 возможно и такое будет. Ну, во-первых, я еще раз говорю, то, что... А что убивает профессию? То, что убивает профессию? На самом деле, попса убивает профессию. И что, и не победить ее? Не, и не победишь ее никак. Она везде кругом, она на радио, на телевидении, она везде, то есть... Ну, как раз, смотри, вот я все время думал, на радио телевидение одна музыка, а в клубах территория совершенно другой. Ну, да. Или это уже не так? Ну, там направление, конечно, вот это вот, то есть, танцевальное направление, как бы, но все равно она, да, она попса, ее никуда не искоренить, особенно у нас в нашем регионе страны. Похвалил сейчас регион диджей. Ну, что ж, дорогие друзья, сейчас мы отвлечемся, буквально ненадолго, не переключайтесь, рекламная пауза на канале ТВКом.